Всем привет! Александр Майоров, школа английского языка в Пушкино. В данном случае буду цитировать Мураками, известнейший писатель. Он говорит на тему слабости современных писателей и оригинальная точка зрения. Прав, не прав, не мне судить, я писательским трудом не занимаюсь, но он будет говорить о физической активности. В этом смысле, наверное, с него можно брать пример, потому что ему 75, он все еще активный, ну и мы знаем, что он марафонец, вообще трудно-трудно очень себе представить, чтобы в таком возрасте можно пробежать марафон или мини-марафон. Итак, ответ Мураками о слабости современных писателей. Окей, so, I have but one answer. У меня только один ответ. And a very simple one, и очень простое. You have to become physically fit. Вам надо становиться физически развитыми, говорит Мураками современным писателям. You have to become physically fit. You need to become more robust and physically strong. Так, а потом, после того, как вы физически окрепнете, вам физически надо окрепнуть и стараться быть упорными. You have to become physically strong and make your body your ally. Make your body your ally. И делайте из своего тела союзник. Most people think that since the work of a novelist just involves sitting at a desk and writing. Most people think that the work of a novelist just involves sitting at a desk and writing. Многие думают, что работа писателя – это просто сидеть за рабочим столом и писать. It has nothing to do with physical stamina. И писательский труд ничего общего не имеет с физической активностью, с физическим развитием. И такое мнение, что если у вас достаточно сил, чтобы пальцами двигать по компьютерной клавиатуре или писать ручкой по бумаге – это все, что вам нужно, этого достаточно. There's still a deep-rooted sense that writers are, in the first place, unhealthy, antisocial and unconventional. So maintaining good health or physical fitness is beside the point. И есть такое чувство, что вообще-то все писатели, у них со здоровьем плохо, и что они социалом плохо общаются, такие, знаете, unconventional, с которыми трудно общаться. И поэтому о поддержании здоровья и какой-то физической активности вообще речь не идет. И, в какой-то степени, я могу предположить такой ход вещей, такое отношение к писательскому труду. Such a stereotypical image of writers is not easily overcome. И такой стереотип о писательском труде не трудно очень преодолеть. Но как только вы попробуете писать сами, вы поймете, что процесс сидения за письменным столом перед компьютерным экраном, or even at an empty orange crate with manuscript paper on top, there's no difference. Ну, или вы сидите за ящиком от апельсин, на котором лежат листочки с вашими набросками. Ну, наверное, мураками, насколько я могу предположить. Здесь это метафора, да, образное мышление, что писателю все равно, где сидеть и на чем писать. И вы сидите каждый день по пять или шесть часов и полностью сконцентрированы на создании новеллы. И все это требует огромной физической выносливости. Но когда вы молодость, это молодое, вам кажется, что в этом нет никакого смысла, это совершенно нетрудно. Ваши двадцать или тридцать, у вас огромное количество энергии, и вы не чувствуете, когда перерабатываете, ваше тело не ощущает нагрузок. И поэтому, когда вам надо сфокусироваться, сконцентрироваться, вам это просто сделать. И вы можете делать это на высоком уровне. Как здорово быть молодым. Но, к сожалению, когда вы достигаете среднего возраста, к сожалению, физические силы уходят. Динамика разрушается физически. Вы теряете упорство. Мускулы атрофируются. И вы набираете вес. И так работает наше тело, горькая правда, что очень легко потерять мускулы и очень легко набрать вес. И чтобы не допустить этого снижения, надо предлагать большие усилия, чтобы сохранить физическую активность. А если у вас физическая сила уходит, у вас и умственные силы теряются. Ментальная выносливость, ментальная флексибилити, то есть, разумность, эмоциональная разумность теряются. И когда меня интервьюировал молодой писатель, я сказал, что когда я интервьюировал молодой писатель, сказал, что когда тело набирает вес, для писателя все закончено. Но это, конечно, рекламный трюк, преувеличение. Есть исключения. Но я верю, что в общем и целом это правда. Неважно, это действительный жир или это переносный жир, метафорический, в переносном значении сказан. Многие могут компенсировать это через писательскую технику или через мастерство авторов. Но здесь тоже есть ограничения. Well, это точка зрения мураками. У нас в школе английского языка много. Уделяется внимание физической активности, летний лагерь. Есть программа тенниса, есть программа велопрогулок, замечательных велопоходов. Приводите детей, приходите сами, не пожалейте. Thank you so much. Bye-bye. Alex.